В музее истории города открылась камерная выставка «Диалог с реставратором». Несмотря на то, что этот праздник совсем молодой и отмечается с 2006 года, он существовал и до этого, но в рамках праздника Дня строителя. Подробнее о выставке смотрите в нашей афише. Выставка «Диалог с реставратором» посвящена Валерию Ершову, первому реставратору Республики Мрел. Экспозиция дает зрителю развернутый ответ, чем занимаются представители данной профессии и почему она важна. Валерий Ершов реставрировал картины, старинную мебель и даже иконы. На одну работу порой уходило до 10 лет. Сложность в том, что на отреставрированном изделии может сходить краска. На выставке представлены личные вещи мастера и его портрет. Если говорить о Валерии Николаевича, то нужно сказать, что частенько мы бывали у него в мастерской и уже наглядно видели, как он работает, как он восстанавливает полотна. И вот однажды он рассказал очень такую интересную историю о том, что для будущих поколений в таких полотнах он оставляет небольшие такие сюрпризы. То есть, если картина все готова, он туда вкладывает монетку, либо фантики, либо какие-то открыточки, все запечатывает, закрывает и уже в дальнейшем картина отправляется в музей. И можно верить, что спустя много лет, а может даже спустя несколько веков, будущие реставраторы вскроют эту картину и увидят такой замечательный сюрприз. В музее истории открылась и выставка «Художник в кроссовках». Автор – спортсмен Иван Зимцов. Он давно занимается легкой атлетикой и, следя за тенденциями моды, открыл новый вид искусства – стрит-арт. Такой вид творчества популярен во всем мире. Маршрут движения спортсмена служит не только дистанцией, но и рисунком. В середине июля в музее истории города Ишкаралы состоится встреча с Иваном Сергеевичем Зимцовым, где уже Иван Сергеевич расскажет, как создать такую замечательную работу. То есть, в ходе встречи он объяснит, как сделать шаблон, каким приложением необходимо пользоваться. Ну и в дальнейшем все участники, желающие, смогут присоединиться к пробежке и создать такой пробный вариант рисунка. У Ивана Зимцова есть и своя традиция. Ежегодно 8 марта он бежит и рисует розу для своей жены, тем самым поздравляя ее с женским днем. В отдельных пробежках спортсмен создает образы животных китайского гороскопа. Перейдем к театральной афише. В театре оперы и балета пройдут вечера органной музыки. 2 июля – орган для всех, 6-го – баха-гения барокко. В Музее изобразительных искусств работает выставка «Вчера и сегодня». Экспозиция объединяет в себе два поколения. Юрий Метельков писал пейзажи и работал в технике акварель, а его внучка Полина связала свою жизнь с творчеством и продолжила династию художников.